Диля Сангилова продает арбузы и дыни уже пять лет. Рассказывает сейчас на прилавке товар из Казахстана и Узбекистана. Ажиотажного спроса на него пока нет. В лучшем случае в день покупают до 20 бахчевых. Арбуз стоит 20-25 рублей за килограмм, дыня 40-50. Метраты проверяете арбузы? Арбузы проверяем. У нас проверяют же сначала. Рынок же есть, этот врач же есть. Это диетологи есть, проверяют там. Каждый раз, когда возим свежего арбуза, постоянно проверяют. Документы у вас есть все? Документы все есть. А можете показать? А сейчас хозяина нету, въехал, хозяина все у нас. Тем временем заключения о качестве овощей и фруктов должны иметься на каждой точке продажи. Их может потребовать для ознакомления любой покупатель. Ведь есть риск нарваться на некачественный товар. Пока в этом году в Роспотребнадзор сигналов об отравлениях не поступало. Но, как правило, люди в этих случаях лечатся дома сами. Когда мы разрезаем арбуз, можно сразу увидеть, есть описания товароведческие. Товароведы говорят, что должна быть однородная, красная масса, чтобы она не растекалась, ни какой-то гнили не было. И не было желтых, которые характеризуют содержание нитратов. Желтые прожилины такие вот, по всему этому, по мякоти. При этом и продавцы, и специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют пока покупать российские арбузы. Они еще не успели созреть. Те, что лежат на прилавках, зачастую напичканы нитратами. Если говорить о фруктах и овощах в целом, нередко в наш регион завозят так называемый санкционный товар. То есть из стран Европы, попавших под ограничения по импорту. В прошлом году Россельхознадзор уничтожил 78 тонн таких продуктов. В этом пока только одну. Вот буквально недавно выявили яблоки польского происхождения, которые были завезены на территорию Самарской области. Эту партию продукции на овощной базе выявили. Ну и впоследствии ее уничтожили. На состояние рынка в прошлом году поступила одна жалоба. На норде с товаром соседствовали тараканы. Кстати, если покупатель недоволен качеством купленной продукции, он вправе обратиться с претензией к продавцу, чтобы тот обменял его или вернул деньги. А в случае отказа об этом нужно незамедлительно сообщить в Роспотребнадзор.